Доброго времени суток, мои дорогие и любимые подписчики, гости моего канала. Добро пожаловать на мой канал Diamond Dream. И сегодня я хочу сделать для вас расклад на тему, что ждет меня на следующей неделе. Сегодня будет у нас три варианта. Желтое, зеленое, белое сердечко. Выбирайте, пожалуйста, тот, который вам больше всего понравится. Использовать я буду колоду Аркану. Долго не задумывайтесь, выбирайте. Полагаясь на свою интуицию быстро, первый попавшийся вам, так сказать, приглянувшийся вариант. Я вам напоминаю, что все вопросы по обучению мне задавайте, пожалуйста, в личку по поводу обучающего курса. Контакты под каждым видео и видеоанонс моего обучающего курса также находятся под каждым роликом. Благодарю вас за ваши лайки, за ваши теплые комментарии, за ваши донаты. Огромное вам спасибо. Спасибо за вашу благодарность. Мне очень-очень приятно. Итак, вариант номер один, номер два, номер три. Это то, что касается общей энергетики этого периода. Теперь пойдем по сферам работа. Первый вариант, второй вариант, третий вариант. Финансы. Первый вариант, второй вариант, третий вариант. И, наконец, личная жизнь. Первый, второй и третий. Я надеюсь, вы уже определились с вашим выбором. Пока я убираю эти варианты в сторону. Два. Желтое сердечко. И начинаем наш расклад. Итак, общая энергетика недели, работа, финансы, личная жизнь. Отличный, прекрасный расклад у первого варианта. Давайте будем смотреть поближе. У нас тут вышла основная энергетика недели. У нас арканы и иерофанты. Арканы и иерофанты – это замечательный аркан, который говорит о том, что вы будете принимать правильное решение. Вы будете, в принципе, в традиционных рамках понимания духовности, какой-то человечности. Вы будете на высоте в этом плане. Вы будете мудры. Вы будете даже в чём-то примером для окружающих в плане хороших поступков, правильных каких-то действий. Вы сможете, возможно, вполне возможно, кого-то чему-то будете обучать. Либо сами получите важные кармические уроки именно на этой неделе. И, конечно, этот аркан может отыграться так, что некий опыт, очень-очень важный в вашей жизни, вы пройдёте именно в эти семь дней. И какой-то мужчина, безусловно, потому что по аркану иерофант, это может быть и реальный какой-то мужчина, либо старшего с возрастом, либо и то, и другое. Мужчина, обладающий каким-то весом в обществе, каким-то статусом, скорее всего. Мужчина опытный. Мужчина очень такой, знаете, мудрый. Вот такой мужчина каким-то образом может повлиять на события в вашей неделе. В общем, очень хороший аркан, старший аркан. Неделя будет важна для вас. И для вас очень важно те уроки, которые вам преподнесёт судьба высшей силы. Вам нужно мудро отнестись к этим урокам и обязательно их пройти, понять смысл происходящего с вами. Теперь давайте посмотрим по вашей работе, по финансам и по личной жизни. Вы знаете, всё хорошо. В Багдаде всё спокойно, как говорится. Всё отлично. В плане работы на этой неделе вам могут представиться, судьба может вам предоставить какие-то новые перспективы. Либо новое место работы, либо новые перспективы продвижения какой-то на вашем теперешнем месте работы. Либо вы какие-то новации введёте, какие-то новации введёте именно в ваш обычный режим работы. Либо, может быть, вы начнёте планировать что-то новое. Это, в любом случае, аркан перспективы, новых планов и даже уже начало действия. То есть здесь вы уже не просто планируете, вы знаете, в какие новые перспективы вы хотите пойти. Вам лучше знать, о чём идёт речь, потому что это общий расклад. Естественно, вариантов может быть очень много. Но, в общем, вас ждёт что-то новое, что-то интересное, захватывающее. И, в принципе, вы уже знаете даже, о чём идёт речь. В плане финансов всё хорошо, всё стабильно. Деньги у вас есть. И те деньги, на которые вы рассчитываете, вы получите. И вообще вы женщина, если вы женщина, но даже если и мужчина, неважно, вы очень амбициозны. Для вас социальная реализация очень важна. Так же, как и карьерный рост. Поэтому ваши финансы напрямую зависят от вашего продвижения по службе, от вашего карьерного роста и, в принципе, от вашего развития как личности и как специалиста. Всё это на неделе на это и есть. Так что с финансами всё окей, всё хорошо. Это, конечно, не пентакливый аркан, который нам прям вот деньги показывает. Это аркан больше именно вашей реализации. Чем лучше вы реализованы, тем лучше и шире, мощнее ваш финансовый канал. Что касается личной жизни, всё складывается хорошо у вас, легко. Если вы, допустим, в каких-то сложных отношениях с партнёром, со своим, то вам предстоит некое облегчение ситуации. Что-то, что-то, что-то как-то станет легче в отношениях. Если у вас всё в порядке, то в порядке так и будет, в общем-то. Вообще в личной жизни вам здесь говорят о том, что нужно отдохнуть, нужно насладиться с партнёром. Если вы находитесь в партнёрских отношениях с другим человеком, наслаждиться обществом друг друга, выпить бокальчик другой вечером вина, поговорить о чём-то очень мило, потому что вам, если рядом с вами партнёр, вам есть с кем поговорить. Если партнёра нет, то здесь есть шанс на то, что вы хорошо проведёте время, в принципе, в какой-то приятной компании. И даже есть вероятность флирта, есть вероятность каких-то таких вот на лёгком уровне отношений. Ну, какие многие отношения начинаются на лёгком уровне, затем перерастают во что-то серьёзное. В общем, я бы сказала, что первый расклад очень позитивный. У вас по всем сферам жизни всё складывается отлично. Прям даже рада за вас очень первые варианты. Теперь берём второй вариант. Зелёненькое сердечко. Так, наши карты. Энергетика недели. Ух, старшая аркана императрица. Работа. Финансы. И, наконец, личная жизнь. Ну, вот смотрите, по этому раскладу что могу сказать? Вы очень человек цельный. Вы человек с характером. Ну, если женщина, значит, вы выходите здесь, в принципе, императрицей. Старшая аркана императрицы. Здесь у вас вышли два старших аркана. И солнце на личную жизнь. Я могу сказать так, что вы человек очень цельный, очень серьёзный, очень такой глубокий. Вы можете быть замужней женщиной, если мы говорим о женщине. Ну, если мужчина, можете быть женатым мужчиной. Замужней женщиной. Вы в любом случае императрица в своей империи. Даже если вы одинокая, либо там в разводе, и нет у вас сейчас партнёра, вы всё равно в душе, по сути своей, вы императрица. Вы женщина, нацеленная на стабильные отношения. Вы настоящая хозяйка, так сказать, положения в своей жизни, в своей жизни. Вы правильно, правильный рулевой, я бы так сказала. На этой неделе общая энергетика аркана императрица. Он говорит о том, что вам всё по силам. Вы можете урегулировать любую проблему, любую ситуацию, которая на самом деле сложной ситуацией могут возникать, особенно то, что связано с работой у вас. Единственный такой кризисный здесь аркан, пятёрка мечей, выпал на позиции работы. Могут быть какие-то конфликты, могут быть какие-то тёрки, могут быть какие-то претензии, может быть какая-то не совсем честная игра в отношении вас. Но не забывайте, что у вас аркан императрица. Соответственно, вы способны этому противостоять, это предвидеть, это видеть и, так сказать, на корню пресекать. Потому что императрица всё это может. В плане работы, да, действительно, здесь у вас есть неудовлетворённость, возможно, некий даже кризисный какой-то момент. Может быть какая-то там, я не знаю, выяснение отношений, войнушка, не совсем честная игра в отношении вас. Но я уже вам сказала, что вы императрица, вы способны здесь всё разрулить. Тем более этот аркан находится у нас в окружении очень позитивных, хороших арканов, в том числе умеренность. То есть вы будете как-то смягчать все эти проявления. Даже если они будут возникать, вы в ваших силах всё это смягчить, всё это погасить, да, всё это трансформировать, наоборот, в нечто позитивное. Поэтому некие сложные моменты на работе могут возникать на работе, в этот период вернее. Но вы способны разрешить ситуацию. Дальше, по поводу денег. Не могу сказать, что вы будете удовлетворены в полной мере тем финансовым достатком, который у вас в этот период присутствует. Вы заслуживаете, безусловно, большего, и вы можете больше, и по этому раскладу это видно и понятно. Но вам нужно потерпеть. Здесь нужно время для того, чтобы решились либо проблемы какие-то с работой, либо, в принципе, ваш поиск какой-то себя, либо чтобы урегулировалась сама ситуация не совсем благоприятная, именно связанная с работой, с вашим занятием. И арканы эти говорят, что подождите, не волнуйтесь, всё придёт в своё время. Арканумеренность так и говорит. Всё будет, но в своё время. Не нужно беспокоиться слишком сильно. Но в плане финансов, да, пока не могу сказать, что это вау, какой достаток, вау, какая прибыль, но со временем всё выровняется, всё стабилизируется, и вы будете удовлетворены. В личной жизни, знаете, у вас всё должно быть хорошо в личной жизни. Если есть какие-то проблемы, наладятся. Проблемы каким-то образом у вас разрешатся. Ваш партнёр может быть, конечно, ещё тем эгоистом и требовать к себе очень много внимания. И тут уже неважно, какая ситуация между вами, благоприятная или неблагоприятная у вас складывается. Но если вы в ссоре, должно последовать какое-то перемирие, шаг может быть со стороны партнёра. Если у вас всё хорошо, значит, ну вот так и будет. На таком же уровне даже ещё лучше станет. Потому что аркан солнца – это в любом случае просветление, какие-то улучшения в личной жизни. Если вы одиноки, у вас отличный шанс встретить прекрасного, достойного партнёра именно в этот период. Поэтому вот такой вот у нас получился второй расклад для второго варианта. Тоже хороший расклад, позитивный, за исключением там какого-то момента с работой, но всё можно решить. Энергия недели, работа, финансы и личная жизнь. Личная жизнь. Ну вот смотрите, в принципе сейчас такая ситуация, когда вам пора что-то менять. Пора уже отплывать к каким-то другим берегам. Что-то нужно в своей жизни прям вот круто, резко поменять. Потому что шестёрка мечей выпала. Вполне возможно, что в буквальном смысле слова вы либо планируете путешествие какую-то дорогу куда-то, либо вы уже находитесь в дороге, либо поедете в это время в какую-то поездку. Где-то что-то вот такое может быть. Либо этот аркан просто говорит, что пора уже сдвинуться с места, вам пора плыть к каким-то новым берегам, новые перспективы какие-то для себя открывать. Кстати, планирование поездок и сами поездки будут очень-очень для вас позитивным образом отражаться. Теперь давайте начнём с работы. Работа. С работой всё в порядке. Всё хорошо, всё спокойно. Вы можете получить даже какую-то там премию, либо повышение, поощрение. И у вас, в общем-то, эмоционально всё будет складываться. Хорошо. Не могу сказать, что я вижу здесь большие деньги. И прям, знаете, супер удовлетворение. Но, в принципе, всё ровно, всё спокойно, всё хорошо. Вам нужно подумать о том, чтобы что-то либо новенькое внести в вашу работу, либо, может быть, всё-таки подумать о том, что сменить рот деятельности, потому что, ну, эти арканы об этом и говорят, сменить рот деятельности, начать задумываться о том, что, возможно, есть некая деятельность, которая удовлетворит вас гораздо больше. И это действительно как вот подарок судьбы в этом кубке. Видите, Паша здесь у нас держит рыбку золотую. То есть это как какой-то некий подарок судьбы для вас может быть. Подумайте, о чём здесь идёт речь. И вполне возможно, что на этой неделе что-то такое у вас отыграется. Может быть, мысль возникнет о смене деятельности и вот о той деятельности, которая вас удовлетворит впоследствии. Либо вы действительно уже даже решите сменить деятельность и заняться именно этой сферой деятельности. Либо вы в том, что вот сейчас вы делаете, в том деле, которым вы сейчас занимаетесь, какие-то инновации такие, инновации у вас будут в течение этого периода. Что-то изменится в лучшую сторону. Вы что-то, может быть, придумаете, либо как-то судьба поменяет ход ваших событий на работе. Ну вот что-то, что-то такое. Теперь давайте посмотрим на финансы. Вы знаете, очень много планов, надежд у вас, которые пока не осуществляются. Но это именно пока. Это неплохой аркан на самом деле, но много планов, много иллюзий, много каких-то мечтаний у вас есть. Я бы сказала, вы мечтаете гораздо, о гораздо большем, чем имеете. Ну, не мечтать, это плохо. Мечтать нужно всегда и нужно хотеть многого и идти вперед, ставить цели, достигать их. Поэтому я бы сказала так, если вы мечтаете о большом доходе, прямо реально большом доходе, то из вот этих вот всех огромного количества планов и мечтаний нужно выбрать четко одну цель, поставить план и к ней двигаться. Именно тогда, у вас эти все арканы об этом говорят, именно тогда вы достигнете и достатка финансового. Вот так можно сказать. Поэтому финансы здесь не то, чтобы поют романсы, нет, но пока удовлетворенности здесь в этом плане я не вижу полной, потому что не вижу вашего четкого понимания, куда двигаться, четкой цели, даже в том числе и финансовой цели. Поэтому аркану вы можете быть еще и в тратах немножко не очень мудрыми. Поэтому подумайте. Возможно, нужно как-то более деньги правильно использовать, более правильно, правильным образом их тратить. В личной жизни, ну какая-то вы вот сейчас холодная, вы сейчас как будто женщина с каким-то замороженным сердцем. Кто-то мог, конечно, вам нанести какую-то боль, кто-то, может быть, отношения как-то охладили, с кем-то вы могли отдалиться в отношениях, может быть, вы думаете о том, что какую-то ситуацию в отношениях нужно прекратить, может быть, вообще выйти с кем-то из отношений, может быть, вы на кого-то злитесь, потому что королева мечей это такая дама, видите, она какой обнаженный меч держит. В общем, что-то такое холодное и острое происходит в вашей жизни. И по этому аркану вам нужно принять какое-то решение. Королева мечей она дама конкретная, и она принимает правильные решения. Вот и вам нужно все трезво взвесить, оценить и принять какое-то решение. И если уже нужно что-то обрубить, здесь имеется в виду личное жизнеотношение, то значит просто принять решение и это обрубить и двигаться вперед. Не забывайте, что основной ваш аркан это шестерка мечей. Вам нужно идти в будущее, плыть к новым берегам, выходить на какие-то новые уровни. Причем это касается всех сфер вашей жизни. Вот такой получился третий вариант. Спасибо большое за то, что досмотрели мой расклад до конца. Если было интересно, пожалуйста, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Я же желаю всем всего самого наилучшего, самых прекрасных, позитивных энергий вашего, каждого дня вашей драгоценной жизни. Всего вам доброго и до свидания. До завтра.